Субтитры подогнал «Симон» 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 Но есть такая пословица, да? Сытое брюхо к учению глухо. Но она не только глухо к учению. Сытое брюхо еще и глухо к чему? К молитве. Так же, да? Вот попробуйте прийти вечером домой, хорошо поесть, да? Заходите вам молиться? Я думаю, не очень захотите. Быстрее вас потянут к телевизору на диван. Посмотрите. Можно даже включить союз. Скажем, мы же союз смотрели. Мы смотрели-то смотрели. Но это все теоретически. А что такое теория? Теория, это значит, она как-то сметается ветром. Ничего не остается. Мы прекрасно знаем, что люди тоже, когда заболевают, идут в церковь. Но когда нет знаний таких духовной жизни, человек не испытывает на себе именно вот такое постное состояние, то чуть-чуть, сразу же человек от церкви бежит куда-то, к бабе-то лечиться. Потому что нет внутреннего содержания. Нет опыта духовной жизни. Поэтому здесь, дорогие мои братья и сестры, конечно, должен быть наш с вами опыт такого постного содержания, да? Постного содержания нашей жизни. То есть постеться. Поститься, конечно, можно для каждого по-разному. Но пост без молитвы, этот пост, конечно, бесполезный. Вот. И бесы, они же ведь тоже ничего не кушают. Им этого не надо совершенно. Но они не молятся Господу Богу. Просто не молятся. Вот этот человек тоже, когда не молится, он постится. Он так называет, содержит диету или просто говорит, я вот пощусь дома и все. Но не молятся. То мы видим, что с таким человеком происходит. Озлобленность. Страшно к нему подходить, к такому человеку. Такой пост не полезен. Поэтому здесь, конечно, взаимосвязь, поставим молитвы, она очевидна. И мы с вами вместе с постом должны, конечно, совершать наше молитвенное правило. Когда мы это с вами делаем, тогда это все дополняется. Тогда пост имеет именно свое такое предназначение, исполняет, которое он должен и предназначать для нас с вами. А молитва в этом играет определяющую роль. Поэтому мы с вами, дорогие мои, должны вот так именно поступать, прежде всего. Не уклоняться от своего молитвенного правила. И мы, когда мы с вами совершаем, вот так пробуем, я думаю, что вы все пробовали поститься, и пробуете поститься, да, как вспоминание по-серьезному, чувствуется, что вот телесно бывает тяжело. Устаем. Особенно это ощущается на первой неделе поста, когда многие стараются все-таки приходить в рамк каждый день. Пусть, ну, утром и вечером, но хотя бы вечером на канон Андрея Критского. Но ведь целый день они постятся, а кто-то пытается даже ничего не вкушать и даже не пить. Есть такое понятие отеческого поста, когда первые два дня человек ничего не вкушает и не пьет воды. Только вот в среду, после божественной литургии, как он причащается, он позволяет себе что-то покушать и попить водички. Вот так вот, когда человек так совершает свое молитвенное правило, именно молитвенное правило, и пост совершает, прежде всего пост совершает, то он, конечно, чувствует огромную слабость. Но только стоит встать ему на молитву, то дух его воспылает. Сила тут и появляется так же. У вас такое бывало? Я думаю, у многих такое бывало. Кто так пробовал? Потому что слабость ощущается в теле, но только человек становится на молитвенное правило, то откуда-то силы появляются. Вот так люди, которые слышали Господа Иисуса Христа, по несколько дней могли слушать Его Слово. Мы это знаем из Евангелия, когда Господь накормил несколько тысяч человек хлебами. А до этого что было? А до этого они несколько дней слушали Слово Господа Иисуса Христа. И Господь сказал ученикам своим, их накормить надо, потому что в дороге они ослабеют. Вот смотрите, да, это в дороге ослабляет, как Господь говорит. А ведь когда они были рядом с Господом, то они не ослабевают. Так мы можем на себе это ощущать. Когда мы с Господом, то есть молимся Ему, то откуда-то появляется насильник. Отчего это происходит, да? От того, что совершается наша молитва. И дух воспылает, дух освобождается. А если мы не постимся, то какая может быть молитва? И молитвы никакой не будет. Потому что о чем будет чрево думать? Как быстрее отдохнуть? У нас, конечно, есть один Бог такой. Бог чрев. Человек поклоняется. Мы с вами этому чреву поклоняемся. Все, без исключения. Все мы любим покушать. Так же любим покушать. Поэтому в той или иной мере мы все поклоняемся своему чреву, этому Богу. Но можно по-разному поклоняться. Можно именно это свое чрево и приручить так, чтобы оно и подчинялось тебе. А можно его распустить, позволять себе все, что возможно и что невозможно. Поэтому это тоже во многом зависит от нас и от наших желаний. И вот здесь это все очень взаимосвязано между именно вот такими двумя добродетельными постом и молитвой. Но чтобы это было не явственно более, что пост был не самоцелен, нужна молитва, обращение к Богу. А чтобы молитва была более действенная, потому что она тогда действенная, когда человек чувствует именно в каком-то напряжении, находится в усиленном напряжении. Мы это знаем прекрасно из опыта многих людей, когда они много дней ничего не вкушали. Наши новомученики, исповедники, но какая была сила их молитв? Солдаты, когда воевали во войне, перед страхом смерти, смерть, когда пули свистели и бомбы падали, снаряды тоже взрывались, осколки летели. Человек в окопе молился. И молитва была особенным усилием. Вот это тоже был своего рода пост, только другой немножко, но тоже был пост. Как-то человек с ним находится в таком состоянии напряжения, а пост это все-таки у нас напряжение, так тогда и молитва становится совершенно другая. Она более действенная. Есть еще одна добродетель, которая непосредственно связана и с постом, и с молитвой, это милосердие. Это наше милосердие. Без милости и мы у Бога не обретем милости. Кто не оказал милость другому, тот сам эту милость не обретет. Что такое милосердие? Это оказание помощи. Можно по-разному оказать помощь, но прежде всего это доброделание. Это делать добро. И мы с вами знаем из практики, когда мы кому-то делаем добро, особенно тем людям, которые нас не очень-то любят, да, и мы вдруг сделали добро кому-то, от себя оторвали. Не просто от того, что у нас от достатка. Нет, мы оторвали от себя, от своего кармана, порой очень скудного кармана. Не хочется отдавать. Я ведь думаю, куда-то пустить эти деньги в другое место. Но вдруг мы отрываем и даем кому-то, но вдруг ощущаем легкость. Или приходим в больницу к больному человеку, посетим его, посидим с ним, поговорим. А может быть, чем-то поможет, продукты принесем ему, успокоим его. Но вдруг тоже ощущаем, что удовлетворение, успокоение. И наша молитва становится какой-то более радостной. И в давние времена, когда люди постились, времена так усердно постились, наши предки с вами, они во время поста откладывали какую-то копеечку, чтобы потом эта копеечка собиралась, и они уже безболезненно, уже во времени постной могли спокойно кому-то чего-то жертвовать, кому-то чего-то давать, вот. Как бы уже так сильно не отрывая, казалось бы, от себя, но они оторвали. Они совершили подвиг в свое время, они постились. И в это время, во время поста, когда рацион пищи уменьшался, денежек у них становилось побольше. Они вот эту копеечку откладывали, не вкушали того, не пили этого, другого, не пускались на какие-то развлечения, а все это откладывалось именно для того, чтобы потом, когда пост пройдет, оказать кому-то доброе, доброе тело. Вот видите, как, оказывается, из каких трех составляющих, взаимосвязывающих между собой, да, состоит наше с вами простое, как говорится, человеческое счастье. Из поста, молитвы и милосердия. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok